Появляется Кудышев Юрий, в середине сентября 500 московских семена, но до сих пор не сортировал. Правильно сделал. Все лежит в прохладном холодильнике, как только получил по почте. Ну, до сих пор все правильно. Я всем говорю и тут, и каждому, кто мне звонил или писал. А что дальше? Повторяю, как заведенный. Маленькие стеклянные баночки, бутылочки с крышечкой. Плотно закрытые. Объемчик как можно меньше. В сухом виде в холодильнике. Некоторые сухой песок добавляют, но я так не пробовал. Ничего говорить не буду. Теперь, что он пишет? Через пару дней возьму и сделаю, как это вы показываете во влажном песке. Скажите свое мнение. Все в порядке? Нет, не все. Если вы сейчас, а уже какое-то время же прошло, может неделя-две, как я получил это письмо и приготовил к этому вебинару. Ну, неделя. Вот. И вот вы сейчас возьмете, через пару дней, сырой песок, и они у вас проснутся. У меня начали первых, когда-то я так же делал. У меня первые начали просыпаться. У меня фотографии. Ну, я не догадался. Ой, как жалко. Знаете, у меня, это, моя кухня. Если сходу только найду. Если сходу. Так. Так, так, так. Тут есть у меня посадка семян. Если сходу. Ценейший материал, кстати. Уже по нему. Ну, тут все есть для того, чтобы был подробный рассказ. Кстати, только половину сюда перенес. Нет ни сил, ни времени. И глаза уже болят. Где же ты? У меня такой интересный снимочек есть. Январский. Даже сейчас по-пустому не говорю. Нашел. Внимание. Видели? Поэтому я не только говорю, делайте как жить. Я говорю, я должен это обосновать. Потому что и такое есть. Вы смотрите. Еще только январь. А это я ссоциировать начинал очень рано. А на втором плане, знаете, что это? Это сливы. Они еще раньше взошли. Эти-то 25 января, а эти еще раньше взошли. И самое интересное, а у нас же учеба. Давайте я напомню себе и вам о том, что здесь я закопал сливы, которые всплыли. Мне было интересно. А правда они мертвые? Или это чисто это? Знаете, как? Забочат десяток мы абрикосов или сливы. Сливы говорят. Одна всплыла. Значит, за одну деньги заплачены. А я взял. А я же любопытный по натуре. Мне хлебом не корми. Вот они прозорились из тех, которые всплыли. Видите? А это, к слову, ладно. Убедились мы, что я не болтун. Возвращаемся туда, где мы были. Теперь только... Ага, вот мы здесь. Итак. Проходит время. 6 к 1, 7 к 1 соотношение объема песка. Если мой песок, у вас может быть что-то другое. А к воде. 6 или 7 к 1. Перемешали. Получили слегка сырой. Раз туда, в январе. Я для средней полосы России. В январе кладёте сливы. Допустим. Ой, тут ещё зависит от температуры хранения в холодильнике. Короче, чем ближе к нулю, тем дольше они просыпаются. А если 2, 3, 4, как обычно 5 градусов. У вас такая температура. Кладёте в январе сливы. В конце января вишни. В середине февраля. Значит, груши. И абрикосы. Ну, короче говоря, мы всё это проходили. И тогда они должны частично начинать просыпаться. Средить надо где-то в конце марта, в начале апреля и до середины апреля. Никогда не ждите, когда проснутся все. Высаживайте спяще. А то одни ждут прямо в холодильнике до середины лета. Ага, проснётся. Сейчас он проснулся, дожидайте всех. А второе это, значит, то, что им уже не просто такое тепло. Но ещё, видимо, и какая-то энергия космическая. Вот так. Пойдём дальше. Я примерно ответил. А вот эту фотографию мне прислали. Вот. Я смотрю, моё, не моё. Бай. Сувенир Востока. Смесь. Владимирская. Так. Вот. Короче, это человек накупил у меня себя. Вот сделал такую сертификацию. Причём интересно, что у него что-то уже в песке. А что-то ещё нет. Ну, вот эти расшифровывать. Ну, скорее всего, это вот шестое февраля. Наверное. В общем, вы поняли, что есть обстоятельные люди. У него успех гарантирован. Меня всегда удивляет, ребят. У новичков бывает. А у меня все стоп зашли. Я сидею от зависти. Серьёзно? Ладно. Шучу. Я шучу. Всегда очень всё равно шучу.